Да-да-да, надо как-то её приподнять, но с помощью чего? Вот есть лебёдка. А-а-а-а! Серьёзно? Серьё... Ладно, забейте. Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по очень мрачным помещениям в игре под названием True Fear Forsaken Souls Part 1. И мы с вами потихонечку двигаемся уже к финалу первой части. Мы добрались до третьего акта, скорее всего в этой части он финальный. И мы с вами нашли замурованное кладбище и вообще непонятно что. А ещё нам немножко раскрыли, каким образом вообще у нашей матери появилась тройня и что там вообще произошло и почему нет отца. Был некий амулет и, видимо, в этом амулете, ну, в общем, я не знаю, либо была в амулете заточена сущность, либо она как... этот амулет как-то притягивала что-то. Ну, в общем, наша мать вроде как действительно забеременела без участия мужчины. По крайней мере, в общем принятом его понимании. Короче говоря, запутали по полной программе. И очень хочется посмотреть, что же там в финале. Ну, а перед тем, как мы с вами приступим, давайте поднимем бокалы и всё же выпьем за более традиционный вид семейства. Ну, чтобы не от святого там духа или демона женщины беременели, а от мужчин в конце-то концов. А то как-то, ну, как-то странненько. Брочай. Ну и мы с вами, друзья, продолжаем. Итак, в этой комнате нам надо ещё что-то сделать. Мне подсказали, я был уставший, друзья, не заметил. Но мне сказали, что слона можно попробовать. Да, вот, собственно говоря, вот сюда поместить, что мы с вами и сделали. И скрепили слона, теперь слон у нас полностью идеально склеенный. Итак, внутрь мы туда не пойдём, а вернёмся в столовую. И воспользуемся тут слоном. Давайте посмотрим, что произойдёт. Ага, выдвинулась книга. Определённая книга. Это словарь. Видимо, словарь с русского на какой-то дьявольский или демонский, чтобы мы могли общаться с этой странной хренью. В общем, окей. Нам надо вернуться обратно в это помещение и пройти вглубь. Пройти вглубь, друзья. Так, опаньки. Новая запись. Есть семь маленьких отверстий для семи маленьких черепов. Что же это за гробни... Что же это за гробница? Дело в том, что черепов у нас с вами пять. И надо где-то найти ещё пару штук. Этот склеп выглядит важнее остальных. Он напоминает ворота. Понятно, с помощью этих черепков мы с вами проникнем в следующее помещение. Итак, здесь... Ага. Этот дом был построен компанией Лаудиус. Зачем они установили колонны такой высоты, чтобы построить дом над кладбищем? Это безумие. Зачем кому-то это делать? Вообще, эти Лаудиусы очень странные парни. И такое ощущение, что они разбогатели и стали влиятельными только потому, что заключили с дьяволом, не знаю, какой-то договорчик. Плита покрыта письменами, похожа на какой-то древний язык. Ну, может быть, словарь нам поможет? Так, и мы использовали словарь, и действительно, мы перевели текст. Я почти угадал сразу, отчего этот словарь. Текст прерывается. Написано что-то вроде «Только те, кто знает путь, могут пройти лабиринт». Первые два поворота налево. Следующие два поворота направо. Лево-лево, право-право. Это лабиринт, но... То есть лабиринт, в который мы должны, видимо, попасть, открыв эти своеобразные ворота. Однако вопрос остается открытым, где же мы с вами получим остальные черепки. Давайте зайдем вот сюда. И наверняка можно достать что-то тут. Ага, надо зажечь. И глаз. Я уже вижу, куда его вставить, друзья. Я думаю, вы тоже заметили. Так, замечательно. Все работает. И второй глазик. Ого! Что это у тебя во рту? Ключ! Блин, честно говоря, я уже и не помню, отчего нам нужны были ключи. Все статуи, вырезанные из камней, выглядят очень старыми. Как из средневековой Европы. Опаньки. Там ржавая железная маска на лице рыцаря. Думаю, я могу открыть ее. А, с помощью... Нет, кинжальчиком подернуть. Нет, должна попробовать что-нибудь еще. Что ж, хорошо. Пока, видимо, мы ее открыть не можем. Ладно, мы с вами получили ключ, это уже круто. Давайте пройдем вот сюда. А, стоп, мы здесь можем что-то сделать, оказывается. Этот скрипт выглядит важнее остальных, напоминает ворота. Это понятно. Плита упала лицевой стороной вниз. Нам бы ее посмотреть. Видимо, там продолжение текста находится. То есть... Да-да-да, надо как-то ее приподнять, но... С помощью чего? Вот есть лебедка. А-а-а! Серьезно? Серьезно? Ладно, забейте. Просто забейте. Э-э-э, штопор. Итак, давайте переведем следующую плиту. Так, значит, первые два поворота налево, следующие два поворота направо. Выглядит как продолжение другого текста. Наконец, еще два налево. А-а-а, еще два налево и в правую дверь. Боже мой. Ну окей, по крайней мере, мы теперь не заблудимся, когда попадем в этот лабиринт. Что ж, давайте теперь пройдем сюда. И-а-а, мы достали ключ. Точно, я совсем забыл от бабушкиного сундучка. И здесь мы получили сито. Очень интересненько. Теперь давайте пройдем вот сюда. Тут у нас что? А-а, тут у нас что? Лампочка выглядит... Погодите, мы с вами достали штопор. А-а, штопор, точно. Нам штопор понадобится вот для этого. Наконец-то. Наконец-то мы получили с вами пробку. И не все еще. Погодите, мы получили... А-а, понятно, там был черепок, я его не взял. Не только пробку получили, но еще и черепок. Так, ну здесь мы явно уже можем с вами начать потихонечку. Все еще не хватает деталей для нашего... Так, погодите. Что у нас есть? У нас есть пробка. Так, может быть ножовочку? Нет. Почему я не могу приспособить ножовочку? Так, а что нам надо? А-а-а, так, значит, намагниченная стрелка, стакан воды, пробка. Намагниченная стрелка. Да, стрелочку надо намагнить. Стакан воды. Итак, стакана воды нет. А-а, стрелки у нас нет. Где же нам можно намагнитить ее? Намагнить, вернее, я знаю где. Где достать стрелку, не знаю. Да и пока у нас больше нет с вами действий. Давайте использовать сито. Вот на эту страну, и на этой страны пепел. Я не знаю, что это. О, еще один черепок. И все, мы можем пройти в лабиринт, как я понимаю. Мы собрали все семь. Похоже, черепа нужно нажимать в определенном порядке. Если выбран правильный череп, он остается нажатым. Так, так. Так, ага, значит, блин, это нам придется сейчас так. Так, 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 да. Окей. Замечательно. Это было не так трудно, как казалось с первого взгляда. Диск вращается вправо и влево, а затем возвращается на изначальную позицию. Правильная комбинация и последовательность из команд лево-право. А-а-а. Так, сейчас мы взглянем. Что нам там сказали? А-а-а. Первые два поворота, значит, лево, два раза влево, два раза вправо. Два раза влево, два раза вправо, два раза влево и в правую дверь. Два раза влево, два раза вправо, два раза влево и в правую дверь. Замечательно. Нам действительно это помогло. Честно говоря, я думал, мы будем бегать по какому-то лабиринту. Оказывается, это вот от этой штуковины. И новые локации. Вот, про это я и говорил. Что-то вроде храма. Помните, я еще посмотрел? Непонятная штука. Кстати говоря, мы раскрыли все локации. Они все доступны. И впереди у нас еще две неизученных. А это какой-то гроб или что-то такое? И здесь очередная загадка. Итак, интересно, как долго горят эти факелы? Я думаю, что чудовищно долго. Здесь, конечно же, есть гаечный ключ. Видимо, приходил сантехник, что-то делал. Мы с вами нашли также дедушкин ключ. И держится с помощью двух креплений. Должен быть способ открытия. Старая добрая ножовка. Да что ты, а? Ну, открыть, конечно, надо с помощью вот этой, я так понимаю, загадки. Для того, надо восстановить рисунок. Видите? Вопрос, как проникнуть, так сказать, внутрь этого рисуночка. Сначала нужно найти правильную последовательность. А, понятно, да. Ну, а, видимо, мы будем руководить этим рисунком, возможно, с помощью вот этих штук. Так, ладненько. Интересно, как долго горят эти факелы? А эти вообще выглядят так, как будто бы они не горят. По крайней мере, тут прям четко виден огонь. А зажигалки у нас нет, если что, ребята. Ладненько. Я думал, может быть, зажечь. Итак, мы сломали замок. Несколько шестеренок пропали. Может быть, это доломать гаечным ключом? Нет. Окей, нужны шестеренки, и тогда мы с вами откроем эту маленькую дверку. Может быть, там живет Ильдар Джарахов, судя по размеру двери. Ладно, ладно. Так, давайте. Давайте воспользуемся этим. Мне понадобится какой-то ориентир, чтобы правильно повернуть переключатель. Выемка в форме фигуры коня. А, у нас есть фигура офицера. То есть, мы еще должны будем найти с вами четыре фигуры, я так понимаю, да? По-моему, вот отсюда. Да, действительно. Лучше не трогать, пока я не пойму, как это работает. Где-то недалеко должна быть подсказка. Так, мы можем пройти еще вот сюда. Новая запись. Я не хотела залезать в его кошелек, поэтому даже не знаю его имени. Ему была поручена продажа нашего дома. Очевидно, ему это так и не удалось. В смысле, алло? Погодите. Это... Это парень, который продавал дом. Здесь огромная трещина в полу. Странно, похоже, что-то под ней есть. Эта книга должна быть открывается как-то еще. Так, а что он тут забыл? Как он далеко зашел? Это ужасно. Ужасно. Блин, это на самом деле и правда ужасно. Итак, записная его книжка. Я гнался за девочкой до высохшего колодца. Но когда я догнал ее, она развернулась и ее лицо. Это было лицом моей... Моей Энджи. Но какое-то искаженное. Я сломал обе... Блин, он сломал ноги. Охереть. Я сломал обе ноги и я не могу выйти отсюда. Я слышу их в другой комнате. Я вижу их тени на стенах. Они идут за мной. Пожалуйста, помогите мне. Это ужасно. Подождите. На блокноте написано... Агентство недвижимости Лаудиус. Они послали его сюда специально. Боюсь, это остатки агента недвижимости, чью машину я видел снаружи. Сложно сказать, но мне кажется, его звали Гарри. Это старая сломанная клюшка для крикеты. Боже мой. Что эти ублюдки творили? Они посылали людей на верную смерть. Солнечный свет идет оттуда, откуда-то сверху. Секундочку. Это что, колодец заднего двора? Говорит наша героиня. Итак, мы попали в комнату, где вообще много какой-то всячины. Давайте сразу откроем что-то. Мы получили пластина для фонаря. Также мы с вами захватили свечку, которую надо наверняка поставить вот сюда. Также закрыть. Даже ворота что-то другое. А, то есть нам еще чего-то не хватает. Это что такое? Этому молоту нужна рукоять. Сейчас мы ее обязательно... А, я ее нашел уже. Прекрасно. Рукоять молота. Так. Получили мы молот. Получили мы с вами спичечки. Получили еще одну пластину для фонаря. Еще одну пластину для фонаря получили. Так, замечательно. А здесь не хватает. Вероятно, сюда должен быть вставлен кристалл. Да, кристаллика нам не хватает. Причем аж три штуки. Ну, давайте мы можем как-нибудь собрать... Зажечь, типа, сначала. А, ну, ну да. Я просто думал, что как-нибудь через... Ну, не важно. Хорошо. Просто в этой игре, понимаете, может быть, абсолютно все. Мы не раз были свидетелями этого. Итак, нам подсветило три разных места. За этим камнем точно что-то есть. Давайте. А, понятно. Соответственно, три места, где находятся три кристалла, которые нам нужно с вами использовать. Хотя эти кристаллы выглядят такими, прям, смотрите, свеженькими, яркими, новенькими, а это какой-то тускленький. Надо его протереть, что ли, не знаю. А может быть все, уйти и разбогатеть? Смотрите! Хотя, возможно, они не представляют какой-то материальной ценности. Так, а их расположение плевать какое, да? А, ну да, видимо, плевать. Итак, мы здесь нашли с вами... Все, кисточку! Все это мы сделали ради кисточки. Как же ее хорошо спрятали вместе с разбитыми очками. Итак, друзья, здесь нам уже делать нечего, пора возвращаться. Мы можем вернуться сюда, но, честно говоря, я не помню. Так, я не помню, честно говоря, что мы тут можем... А, да, вот что мы можем сделать. Здесь же нужна кисточка была, чтобы достать какую-то вещицу. Эта вещица не что иное, как ручка от ящика. И все это нас... А, в дедушкину комнату ведет нас? Или... Да, нет, бабушкина. Бабушкина комната там. Так, но можем сделать еще что-то... Что-то здесь. Намагнитить что-то. Нет-нет, или... Что нам здесь? Так, дедушкин ключ. Это дедушкина... А, все, точно, вот тут вот. Вот что, вот что закрыто. Точно, это же дедушкин кабинет. Итак, во-первых, мы нашли фигурку дедушки. Где он? Вот тут наш парень. Дэвид, наш дедушка. Мы с дедушкой всегда отлично понимали друг друга. Он был, по крайней мере... Он был, по крайней мере, старался быть простым человеком. Он научил меня решать проблемы вместо того, чтобы быть... Чтобы избегать их. Когда мама умерла, он начал всех подозревать. Особенно обитателей поместья Лаудиус. Он никогда не делился со мной своими мыслями по этому поводу. Поэтому я считала, что ему просто нужен кто-то, кого можно винить в смерти мамы. Однако, дед был не таким параноиком, как, возможно, некоторым членам семьи, казалось, со стороны. И мы с вами нашли стакан, который нам, соответственно, нужно наполнить водой. И все это, чтобы сделать компас. Давайте наполним вот здесь, Баренька. Так, замечательно. Мы наполнили стакан воды. Теперь перейдем... Опаньки! Снова чемодан. Итак, где-то поблизости должен быть... Где-то поблизости должен быть ключ. Итак, мы с вами взяли... А, нет, мы не взяли. Мы вытащили просто такое ощущение, будто внутри что-то есть. И мы обязаны... А почему его нельзя распутать? Хотя, глупо вопросы подобные задавать в этой игре. Здесь самые простые решения усложнены до невозможности. Итак, мы нашли одну часть ножниц. Да, то есть одну из половинок. Итак, кусачки. Возможно, на клубок. Нет. Хорошо, я рад. Где-то поблизости должен быть ключ. Хорошо. Что... Что, друзья, еще опаньки? Ага, а вот и вторая половинка. Давайте. Давайте сделаем из них ножницы. Ножницами, может быть? Конечно, именно ножницами. И мы здесь находим ключ. Как интересно, он был спрятан. Используем его на этой штуковине. И получаем... Слишком крепко замотан проволокой. Мы получаем... Гантелю? Что это такое? По-моему, это гантели. Это действительно гантель. Ну, да. Один гантель это, друзья. Кстати говоря, крест. А ну-ка. Совсем забыл о нем. И получили с вами крест. Я думаю, что крест тут точно пригодится. Нечисть это просто пруд пруди. Так, у нас есть сразу несколько лака... А, погодите. Мы что-то еще не доделали здесь. Так, ну стенка, она абсолютно без каких-либо действий. Что могли? Я не помню, чтобы мой дедушка с бабушкой жили здесь. Они поссорились после маминой смерти. И дедушка переехал в свою мастерскую, в которой он рисовал. А-а-а, вот что мы можем еще сделать. Погодите, но... Я мог бы открыть на самом деле это кинжалом, но... Да, мы будем использовать ручку, конечно же, от ящика. Ха-ха-ха. И так, предохранитель. Опа, предохранитель нам был нужен. Вот что-что, а это я помню. Так, что у нас доступно наверху? Опаньки. Новые действия в известной уже нам комнате. И так, мы взяли с вами совок. Пила. Так, ряд инструментов. Я, может быть, пилой распилить матрешку, конечно, да. Ага, и мы получили... Пятнашка с цифрой 8. А-а-а, понятно-понятно, ну-ка. Это еще не все. Но, боже мой, я ненавижу пятнашки, серьезно. Терпеть их не могу. Боже, ненавижу, правда. Всем сердцем, всем сердцем ненавижу. Так, давайте использовать совочек на цветы. Да, мы здесь нашли еще одну пятнашку. С цифрой 4. И, 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 и. А, вон еще одна была, я заметил. Видите, где спрятано? Смотрите. Хитрожопая. Так, и этого, вроде бы, должно быть достаточно. А, нет, да. Стоп, нам еще нужна... Разве нет? Нет, нам не нужна, да, чтобы двигать. Боже, ребята, я терпеть не могу. Я терпеть не могу пятнашки. Просто ненавижу их, вот серьезно. Боже, как я их ненавижу. Всем сердцем ненавижу, серьезно. Это будет долго. Это будет долго. Это будет долго. Блядь, наверное, одна из моих самых нелюбимых игр. Вот скажу честно. Наверное, одна из моих самых нелюбимых игр. Так, ну, в общем, это займет какое-то время. Я думаю, что эти бесконечные протыки, друзья, мы с вами пропустим. Увидимся через секунду. Итак, вот он, последний ход. И я все составил. Для вас прошла буквально секунда, а для меня куда больше. Итак, вот наша стрелочка. Наша любимая стрелочка, которая была нам, ой, как нужна. Давайте ее намагнитим в дедушкиной мастерской. Все. Замечательно. И, наверное, пойдем уже соберем. Хотя вот тут еще мы... А, предохранитель, да. Сюда мы можем с вами использовать предохранитель. Давайте сразу его вставим. Включим. Хорошо, мы включили. Но, но, видите, у нас проблема с провода. Которую мы обязательно тоже решим. Ведь наша баба, она просто мастер на все руки. Итак, стакан воды. Соответственно, намагниченная стрелка. Что там еще? А, ну и все, как бы, еще нормально. Теперь все, теперь все работает. Так, что можно сделать еще тут? Здесь наверняка можно решить что-то. А, вот оно что точно. Оказывается, электричество прекрасно работает. Мы с вами, да, провели его к лампочке. И записали, видимо, символ. Четыре странные фигуры выгравированы на лампе. Каждая из них особенная. Но у них есть и что-то общее. Да, действительно, если приглядеться, это четыре фигуры. Каждая из них особенная, потому что расположение рук у них разное. Еще одна меточка для нас. А что, простите, мы еще можем сделать тут? Нас с вами отправили сюда. Может быть, подойти к колодцу? Ого, колодец выглядит глубоким. Бла-бла-бла. Нет, но здесь можно что-то сделать. Так, я помню, как дедушка провел длинный домик на дереве, нам казалось, что это просто... А, они в землю уходят. Я думал, они порваны. Они вот в земле, видите, как-то, я так понимаю, проходят. Может быть, ножовкой дерево нахер спилить, а? Ха-ха-ха. Что? Что тут еще? Нам указывает на то, что здесь что-то есть. Поверьте, если я подойду к дереву, это же считается той локацией... А, понятно. Можем подойти к колодцу, но... Да, как бы, что делать? Так, давайте пока это оставим, немного избавимся от предмета. Потом придем, натыкаем. Итак, у нас с вами есть вот эта вот штуковина. И, ага, наконец-то можем воспользоваться вот этим. Эти духи выглядят похоже, и тем не менее, они различаются. Я уже видел эту картинку в домике на дереве. Да, действительно, вот они. Четыре человечка, и каждый должен быть на своем месте, друзья. Итак, давайте составлять. Значит, это у парня рука вот так влево. Это как загнуто, как, не знаю, как крюк какой-то наоборот. Так, это не подходит нам. Здесь должен быть... Какие руки должны быть? По-моему, вот этот парень нам подходит. Вот этот вот. Ага. Оказывается, на самом деле, друзья, все куда проще. Можно вообще не париться. Он сразу нам закрепляет нужные части. Достаточно было только самый узкий круг расположить верно. Тогда, на самом деле, нам даже рисунок не нужен был. Потому что... Ха-ха-ха, зачем, боже мой? Все оказалось, к сожалению, куда проще. Итак, мы с вами достали Жезл. Не, наверняка он какой-то магический. Или что-нибудь типа того. Так, до сих пор мы можем здесь что-то сделать. Крышка сделана из камней. Похоже, здесь есть какой-то механизм, чтобы ее открыть. Да, действительно, этот механизм есть, но... Мы пока его не можем активировать. Фигурка в форме королевы и так далее. Понятное дело, чтобы активировать данный механизм, нам понадобится... Нам понадобится ряд фигурок. Ряд фигурок. Так, здесь у нас ничего не осталось, чем можно зажечь. Нет, может быть, бахнуть гантелечкой. Нет, тоже никак. Так, ну и здесь мы тоже ничего не можем сделать. Вернее, можем, но Сергею лень думать. Так, давайте пройдем вот сюда. Опаньки! Вот это интересно. Снова доступна данная комната. Эм... Так. Свет направлен. Теперь взяли ножик. Открыли книгу. Ага, достали еще одну пластину. Так, нам указывает на барабан. Давайте его вскроем. И снова ключ. Но опять же, это не все. Так, а вот сундучок есть, но, увы, ключ к нему... А, стоп! Боже мой! Теперь можно использовать, да, сундук. Пока свет туда не пойдет, его не используешь. Так, самоцветы. Давайте еще. Так, щит. Давайте украсим его самоцветами. Какой красивый щит. И там пластинка. Виниловая. Не-не-не-не, я не хотел выходить. Так, и... Ну, все понятно. Ха-ха-ха, развалился. И вот, мы с вами получили... Эм... Шестеренки. Шестеренки, которые нам были необходимы. Части замка здесь это называется. Так, эта книга должна бы открываться как-то еще. Погодите, мы здесь можем что-то сделать? Да, мы можем здесь что-то сделать. И наверняка что-то с книгой. Эм... Крест бесполезно. Эм... Гантелей не долбанем. Ж... А, Жезл надо вставить ему. Ну, давай, за 100%. В смысле? У него прям рука заточена под Жезл. Похоже, король должен держать что-то. Так. Эм... Он должен держать Жезл, ведь он король. Может быть, надо чем-то намазать ему, чтобы там как бы закрепилось? Так. Хорошо. В данный момент король ослаб. И, эээ... Увы, он не в состоянии что-либо держать. Давайте пройдем сюда и используем части замка. О, бог ты мой. Если бы я могла подвести защелку к замку. То есть нам ее надо просто подвести. Красные это штуки, которые не... Ага, вот как они передвигаются. Красные это штуки, которые не двигаются. Я так понимаю. Да. Соответственно, вот такого зеленоватого оттенка они у нас двигаются. И, боже... Боже мой. Боже мой. Боже мой. Так, давайте все это отодвигать. Так. Это сюда. Отсюда, на самом деле, надо еще избавиться. Вот так вот. Так, так, так. Эм... Так. Я так понимаю, мы с вами практически это решили. Эм... Ага. А, нет. А, ну да-да-да, стоп. Так. Может быть, это сюда задвинуть? Не, ну тогда место теряется. Так. Надо освободить место... Эм... Вот под эту штуку. Сейчас будем думать, как это сделать. Эм... Так, так, так. Нет, ну это надо вернуть обратно. Так. Нужно всего лишь одно местечко достать. Так, это сюда. Это можно как-нибудь вот отсюда. Это сюда. Это вот так. И вот так. Все. Итак, мы открыли. Отлично. Получили еще одну шахматную фигуру. Фигуру королевы. И, я так понимаю, это все. Только ради этого мы это и сделали. Ммм... Да, походу, да. Так, где у нас была королева? Вроде бы вот здесь. Итак, еще одна готова. Осталось... Эм... Осталось, друзья, еще... Еще две. Но, однако, мы здесь все еще можем что-то сделать. Фигур у нас... Эм... Больше нет. Так, эти защелки, соответственно, не работают. Ну, то есть здесь сюда ничего не применить. Что-то мы с вами еще не видели. Вот эти вот, ребята, их, конечно, можно потушить, например, с помощью воды. Ха-ха. Но... Но нет. Нет. Но здесь явно еще можно что-то использовать. Чего же я не вижу? Вот тут что-то. Интересно, как давно горят... Вот мне тоже интересно, как, черт подери, давно они тут, боже мой, горят. Здесь ничего. Ничего нельзя использовать. Так, давайте пройдемте теперь на могилу. На могилу. Здесь у нас была маска. Как-то ее можно было снять. Как же ее можно было снять. Ножовка не работает, да. Кинжал у нас не... Ган... Нет. Не ганты. Не крестом. Ж... Жезла, может быть? Да вы шутите! Ладно. Ладно, ладно, ладно. Все нормально. Тот парень не должен был действительно держать Жезл. А я его все заставлял... Так, у нас коня. А я его все заставлял... Так, нет, не сюда. А я его заставлял, говорю, возьми ты уже... Ну, я думаю, король, Жезл, как бы. Ну, понимаете? Все же сходится, черт подери. Ну, как же так, как же так? Так, есть три локации, которые меня раздражают, потому что я не знаю, что у них надо сделать. Итак, нужно что-то наверняка вот с этой штуковиной намутить. Эм... Нет. Не с этой штуковиной, а все-таки с король... Ну, крест, наверное, да? Тогда... Да, он должен держать крест. На самом деле, странно, что я не попробовал это сделать до этого. Перевели мы с вами очередную... Очередные письмена. Текст переводится примерно так. Офицер смотрит на восток. На приближающегося врага. Конь, хромая, везет офицера домой на север. Королева вглядывается на запад, высматривая короля. Король ждет вестей от офицера, предчувствуя беду с востока. Это схема расположения вот этих вот направлений, куда мы с вами шахматные фигуры используем. Вот. Нам подсказали, как и что, собственно, сделать. Итак, здесь у нас... Ага! Вот, надо разбить ганты. Ай, понятно, понятно. Все же надо было ее, друзья, доразбивать, оказывается. Итак, что у нас есть внутри? Меч короля Артура. Фактически выглядит, как настоящий средневековый король. Как он оказался в маленьком городке? В Америке. Рукоять меча в форме шахматной фигуры. Фигуры короля. Так, и это, собственно говоря... Говоря, все. Давайте будем вандалами. Отпилим это дело. Достанем фигуру короля. И, по-моему, это уже последняя фигура, которая нам необходима... Эээ... здесь. Давайте. Итак. Мне понадобится какой-то ориентир. Ну, ориентир... Возможно, вот это вот. Нет, может быть, как-то... Так. Здесь четыре столбика. Столба. Каждый держит шахматную фигуру. Стрелки должны обозначать направление. Итак. Ага. Вот так мы с вами крутим. И что у нас в подсказке? Так, офицер смотрит на восток. Эээ... На приближающегося врага. Кони хромая. Везет офицера домой на север. Королева выглядывает на... Эээ... Вглядывается на запад, высматривая короля. А король ждет вестей от офицера. Причувствую беду с востока. Ну, в принципе, все понятно. Сейчас расположим... Эээ... Соответственно, направление по... По запад-востока и так далее. И у нас должна, видимо, открыться гробница. У меня был кошмарный сон. Я ходила вокруг дома и нашла скрытый проход. Там было что-то вроде зловещего храма под нашим домом. Я знаю, банально, как в фильмах ужасов. Но там было что-то еще. Большой каменный гроб с моим именем на нем. Я открыла его, и там было что-то внутри. Что-то настолько страшное, что я тут же проснулась. Это почерк моей матери. Вот такую записку мы нашли... Эээ... Где-то, видимо, внутри гроба. Итак, еще одна кассета. Третья, кстати говоря. И взрослая Холли. Так, взрослая Холли. Взрослая Холли, ненавижу сны, в которых я умираю. Это ясное ощущение неизбежности. Проснуться от такого сна – настоящее облегчение. Но теперь я не могу проснуться. Похоже, что у меня нет отца, но есть мертвая, сумасшедшая сестра Далия. И, судя по всему, ты, Схизер... И, судя по всему, мы, Схизер, видели тоже страшное привидение. Раз уж все ниточки ведут к Далии, и тому, что моя мать хотела, чтобы я пошла в лечебницу, я сделаю это. Так, ну и очередная кассета. Мы должны ее... Должны ее прослушать. Мы думали, она больна. Она была настолько агрессивна, что нам пришлось разделить вас. Это не помогло. Поэтому нам пришлось отдать ее на лечение. Она умоляла вернуть ее домой, к вам. Но я должна была обеспечить вам безопасность, и я думала... Но затем случился этот ужасный пожар в лечебнице. Она погибла там. Моя маленькая девочка. Мне так жаль. Но... Что было, то было. Я собираюсь взять вас, девочки, в город и начать все с чистого листа. Я сказала Чарльзу, что мы продаем дом. Он попытался убедить меня не уезжать, но никто на всем белом свете не заставит меня остаться здесь. Чтобы посмотреть, сколько можно выручить за дом. Затем я поговорю с родителями. Сегодня 12 марта 1994 года, и я... Холли, я люблю вас. Девочек, так сильно. Знаете, что я сделала все, что было в моих силах. Но если со мной что-то случится, найди ее. Иди в лечебницу Дарк Фолз. В тот день моя мать была найдена мертвой. Действительно ли это было самоубийство? Иди в лечебницу Дарк Фолз. Теперь я знаю, чего от меня хотели сестра и мать. Охренеть. Твою мать! Никогда не иди в лечебницу Дарк Фолз. Никогда не иди в лечебницу Дарк Фолз. Продолжение следует. Офигенно! Офигенно! Кажется, ты разочарована. Ты правда думала, что я твоя сестра? И нам показали то, что будет в следующем эпизоде. То есть она вовсе, вовсе и не наша, не наша сестра. Офигеть, ребята! Просто офигеть! Просто офигеть! Честно говоря, очень понравился конец. Это лишь первая часть. Есть еще... Будет, вернее, не есть. А скоро будет следующая. Итак, мы с вами посмотрели, но есть дополнительная глава здесь. Вот это очень интересно. Давайте воспользуемся. Опа! Дополнительная глава, видимо, уже... Это, интересно, ответвление какое-то, или это... Какого... Так, мы посмотрели с вами... Небольшую заставку, в какой-то веке эмблема уже на месте. Замок заржавел, нужно что-то тяжелое, чтобы сломать его. Это должно помочь мне сориентироваться. Итак, мы с вами, я так понимаю, прямо попали в лечебницу. Вот так вот сразу, без какой-то заставки, где мы туда едем. Нужно починить ее, прежде чем я смогу ее использовать. И вау, вау! Здесь еще был какой-то живой человек, который, видимо, находится во власти нашей, на самом деле, не сестры. Мне нужно найти ключ. Так, мы ничего здесь взять не можем... Ага! А, смотрите, а прутик-то, опаньки, прутик-то мы с вами, металлический пруд-то мы взяли. С его помощью можно, на самом деле, сломать. Сломать замок. А! Не-не-не-не-не-не-не, это же... Да, мы здесь должны закончить полностью все. Так, ну, металлический пруд, ясно, мы никак его не сможем использовать. На замок, однако, однако, мне нужно найти ключ, может быть, закрыто. Что еще? Нет, может быть, слишком далеко. А! Ага, вот! Да, мы можем подвинуть им ключ и с помощью него открыть... Открыть замок. Друзья, ну, честно говоря, игра сделала приятный сюрприз. Как же они даже вот этот вот стандартный сюжет, да, как они сильно его завертели в итоге. Конечно, много чего понамешали, но он от этого хуже не стал. Вот все равно он остается классическим, да, потому что клише просто стало больше. А так он остался тем самым. Прям вот как из тех фильмов этих стандартных. Блин, полный пипец. Она не наша сестра, там наша мать. Что? Что? Где? Почему? Итак, нам надо чем-то разрезать это. У нас, на самом деле, есть кинжал, но, увы, не здесь. Так, и мы, мы, мы ничего не можем сделать, честно говоря. Ну-ка. Абсолютно ничего. Этот вообще... А, вот, можно разобрать. Это вообще больше никаких комментариев нам не дает. Давайте с помощью опасной бритвы разрежем. Изоленту. И посмотрим, что внутри. Наверняка найдем какой-нибудь ключ или... А, понятно, для взлома. Это может быть полезно. Как скажете, господа. Полезно, так, эээ, так полезно. Давайте взломаем. А, нет. Так, чтобы сломать. Нет, ясно. В кои-то веки эмблема уже на месте. А вытащить мы ее, конечно же, не можем. Ладненько, давайте пройдемся и посмотрим, что здесь вообще есть у нас, что происходит. Давайте пойдем направо. Итак, аптечка. Петли слишком ржавые, крышка не открывается. Если поддеть кинжалом. Не, должна попробовать что-нибудь другое. Все здесь заржавело. Там, смотрите, во-первых, свет какой-то. Так, мы с вами нашли дверцу шкафчика. На табличке написано. Анна из Эйвен. Самый большой благодетель и первый клиент лечебницы. Видимо, это важно. Посмотрите, как она держит руки. Выглядит так, как будто бы она молит о чем-то. Мы должны ей что-то положить. Что-то положить в руки, я не знаю. Может быть, убить она молит себя? Нет? Так, хорошо, давайте посмотрим, что тут. Замок. Я могла бы открыть. Ну, взломаем? Я могла бы открыть это, если бы получилось поддеть крышку лезвием. Так, ну, наконец-то, кинжал. Настало твое время. Ура. Опаньки. Все нафиг повылетало. Когда-то это была обычная психиатрическая лечебница. Все у нас повылетало. Надо будет все это собрать. Так, мне нужно что-то. Конечно, пинцетом. Я уже был у колодца. Там была такая же ситуация. Так, и вот здесь еще. Все, и давайте поставим их обратно. Пружинки. Пружины нужно выровнять. Ага. Все, готово. Это было просто. Я взломчик со стажем в конце концов. Так, здесь нам нужна карточка. Нужна магнитная карта. Ага, это то же самое. Так, и сейчас наверняка мы найдем что-то интересное на столе. Смотрите, все как-то странно заросло. Кажется, эти корни держат дверь. Так, лампочка. Эта роза умерла очень давно. Почему мне хочется палить ее? Ну, потому что, наверное, тебе ее жалко. Так, там какой-то номер. 52. 44. Мы записали это. Опыт подсказывает мне, что цифры редко вырезают просто так. Под столом ничего нет. Итак, у нас есть лампочка, пинцет, дверца и, смотри, отпечаток на пыльной лампе. Причем отпечаток-то свежий. Выглядит, как будто бы корни проросли сквозь пол и пытались схватить все вокруг. Что здесь произошло? Произошло что-то крайне мистическое. Моя дорогая подруга. Итак, я думаю, что отсюда мы можем пока что выйти и пройти, например, вот сюда теперь. Ой, я что-то вижу за зеркалом. Что можно использовать, чтобы разрезать стекло? Например, голову. Просто разбить, как ВДВшник. Итак, граненый стакан. Вот, уже почти собрали комплект ВДВшника. Осталось найти водочку. Книги по психологии и психиатрии. Ничего, что помогло бы мне сейчас. Экран порван, но его все еще можно использовать. Итак, мне нужно найти пленку. Кому-то нравилось закрывать все подряд. Ничего интересного здесь нет. Ничего интересного здесь нет. Я не могу как-то... Нет, не могу. Так, давайте пока отсюда выйдем. Посмотрим, что у нас есть тут. Итак, понятно. Крышка закрыта. И как вы видите, нам с вами понадобится эмблема. Итак, за зеркалом есть какая-то комната. Конечно, кинжалом мы ничего не сделаем. Что у нас есть... Что у нас есть еще? Опаньки. Это Диоид. И очередная записка. Я провел здесь всего неделю, но у меня уже мурашки от этого места. Эти крики, которые я слышу из блока Б, не похожи на человеческие. А охрана здесь веселая. Однажды я видел, как Вильям украл у посетителя кошелек. Это записка от Джека Смита. Это он убил всех этих людей. Боже мой. Кровь. Так, здесь похоже на кровь. Боюсь, здесь произошло что-то нехорошее. Как всегда, наша главная героиня безумно проницательна, что не может нас не радовать. Ребята, наверное, вот здесь мы с вами и остановимся. На еще одной главе. Как раз, наверное, за следующую серию мы ее пройдем. Она, в принципе, не такая большая. И посмотрим, к чему нас это приведет. Посмотрим, к чему нас это приведет. Очень, правда, удивительно, что нас как-то резко так переместило, да? В лечебницу. Даже немного странно. Я думал, что они все же оставят ее на следующую часть. Но, раз уж так сделали, значит так сделали. Ребят, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, есть я ВКонтакте. Есть у нас канал второй на Ютьюбе, канал на Твиче. И я, и что еще? А, плагины автоматического уведомления. Все, с вами был Сергей Халье. Не хворайте, не болейте. Счастья, удачи, здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok